Приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир и сегодня начинаю проходить очередную битву за кольцо в игре Властелин колец, битва за Средиземье 2 под знаменем короля-чародея. И сегодня мы с вами вновь сразимся против 5 убийц и будем мы с вами сегодня играть за Изенгард. Напомню вам, мы уже с вами играли за эльфов и за гномов и довольно таки благополучно мы ими уничтожили 5 убийц. Посмотрим как будет за Изенгард, возможно так же с легкостью мы уничтожим, а возможно и проиграем и есть вероятность, что мы конечно выиграем, но с трудом, скажем так. Итак, против нас будут играть люди, эльфы, гномы, ангмар и гоблины. Мы с вами стартуем из Изенгарда, люди из Минастерит, эльфы из Ривенделла, гномы из Эрибора, ангмар из Ангмара и гоблины из Долгулдор. Ну что ж, поехали. Итак, первый ход, который честно говоря очень даже важный. Так, ну построим плавильню и армию дадим Саруману, потому что я считаю это самый лучший герой у Изенгарда. И мы можем пойти всего лишь на три территории, это на Дунланд, на Врата Рохана и на Фангарн. И я уже вижу, перед нами будут однозначно два боя. Это бой с гоблинами в Фангарне и бой с эльфами в Дунланд. Итак, в Дунланд тогда мы отправим Сарумана. Шарку отправим мы на Фангарн. Честно говоря, мне не нравится этот герой, но пускай пойдет на Фангарн. Лурц, очень даже неплохой герой, в качестве помощника пойдет Шарку на Фангарн. Ну и самый слабый герой, Червеуст, пойдет захватит Врата Рохана. Но у него, по-моему, очень хорошие способности. Какие именно, я, честно говоря, не помню, потому что я довольно-таки давно не играл за Изенгард. И многое уже не помню, так что надо вспоминать. Если вы слышите на заднем плане какие-то посторонние звуки, попрошу вас не обращать внимания. Итак, мы обязаны выиграть эти два боя. Если мы проиграем, то можно уже говорить, все, до свидания. На этом битва заканчивается, и мы переходим к следующей расе. Но я постараюсь победить. Поехали. Итак, действительно, напали и на Фангарн, и на Дунланд. Ну что ж, начнем с Дунланда. Против нас очень даже сильные герои напали. Это Глурфиндал и Элренд. Ну что ж, поехали. Все. Отлично. Ну и по традиции, как всегда, начинаем строить крепость. Плавильню. И героя мы нашего отправим захватить сигнальный огонь. Герой очень даже хорош. У него даже на первом уровне прекрасная способность это волшебный удар. который, в принципе, по-моему, сносит полотряда точно. Так, войска сюда поставим на проход и распределим способности. Ну тут либо взять взгляд в палантир, и потом взять дикарей из Дунланда. Либо взять боевые кличи, и потом пустошение. Что, скорее всего, я вот это и возьму, потому что, я думаю, это выгоднее. Хотя подкрепление бы из дикарей все-таки тоже не помешало бы, но... Опустошение, думаю, лучше будет. Так, давай, захватывай сигнальный огонь. И вот тут справа, вот, постройка, и слева, по-моему, также где-то тут. Желательно бы сломать, потому что противник захватит и начнет строить хоббитов. Хоббиты это те твари, которые, мне кажется, чересчур читерные, потому что у них камни просто колоссально сильно урон наносят, когда они им кидают. Чересчур сильные. Идти в атаку, я думаю, невыгодно. Мы проиграем. Мы потеряем всю эту армию. Лучше сидеть в обороне, копить армию, потом идти и сносить. Так, надо башню сейчас построить. Посадить туда арбалетчиков. Арбалетчики весьма неплохие. Стрелки в игре явно не самые худшие. Башни, кстати, тоже неплохие у Изенгарда. Два отряда вмещают, если не ошибаюсь. Так, вот, уже идет противник. Использую вот эту способность. И, как видите, отряда нет. Хотя я думал, что полотряда всего лишнего будет. А оказывается, нет, я ошибался явно. На втором уровне у него уже будет доступен огненный шар, который тоже очень хорошая и эффективная способность. Все отлично, готово. Построим плавильню и поспешим построим казарму. Так, а вот... Ой-ой-ой-ой-ой, не лезть, не лезть. Ни в коем случае кавалерии нельзя лезть. У кавалерии есть очень хорошие способности. Это войн. Варги наносят плюс 150 процентов, или что там было написано, урона. Второй уровень получается Саруман. Шикарно. Хорошо, что пока что герой не идет в атаку вражески. Это меня прям радует. Опять идут. Так, башню не могу построить, не хватает, к сожалению. Все, вы сажаем арбалетчик. У рукав тоже есть хорошая способность. Это стена щитов. Смотрите, они вот так прям становятся. Конечно, минус 40 процентов скорости, но плюс 25 брони. В качестве обороны... Ух ты, блин, что происходит? А, вон что там. Герой подлая. Ну-ка, вон пошел. Так, сразу закажем еще до башни. Ну, варги, я думаю, справиться. Так, тут закажем арбалетчиков. Парочку отрядов. Все-таки сломает плавильню. Ох, и рыдая. Так, блин, надо поспешить. Иначе сейчас хоббиты пойдут. Ох, это будет очень плохо. И тяжко будет нам, поверьте. Ух ты, ё-моё. Откуда же вы пришли? Такие красивые. Варги еще не получили второй уровень. Это жаль. Очень печально. Ой, ну все правильно, да. Второй уровень, я хотел сказать... Что знамена еще не получили. Но, по сути, они же на втором уровне получают. Знамена. Так, поставим лесопилку. Так, это что за дела? Почему мои болельщики не достают? Мне это не радует явно. Все, варгов, я думаю, отправим. Сломаем постройку там. Да что за дела? А вот уже и хоббиты. Они все-таки захватили уже. Ё-моё. Это плохо. Это действительно плохо. Мы должны поспешить сломать. Почему он это не построил? Я что-то приказал. Ух ты, там армия идет какая-то серьезная. Хоббиты. Ну-ка, выстрели. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Весьма неплохо. С деньгами все плохо, что-то у нас. Это действительно хреново. Сломаем постройку. Так, способность опустошения практически готова. Это меня радует. Пошли вон. Не смейте ломать плавильню. Все, сломали. Молодцы. Опять эти подлые хоббиты. Все, опустошение готово. И сейчас где-нибудь вот тут мы опустошим территорию. Герои, ух, блин. Вот это плохо. Ой, зачем, 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 внутрь, внутрь. Это я нечаянно, ребятки. Совершенно нечаянно сделал. Не-не-не-не, зачем вы напали. Вот это хотел сделать. Все, теперь у нас есть денюжки. А почему рабочих нету, только один, что ли, у нас? Убили, что ли, одного? Или он что-то строит. Не, похоже, убили. Ну, мы построим. Мне нужны копейщики. Срочно. Потому что все время кавалерия. Вот видите, проезжает. Ну-ка, шаром его откинь, чтобы он тут к нам больше не приходил. Ай-яй-яй, вам нельзя в огонь. В никаком случае хоббиты. Опять хоббиты, а? Не-не-не, эту способность на них используя. Так, герой может умереть. Не-не-не-не, не-не-не, не тут-то было. Короче, не должны убить его. Мы просто обязаны. Все, красавцы, справились. На ура. А, все понял, я думаю, что не строят они. Очков командования не хватает, к сожалению. Сейчас, не проблема. Так, и сверху пойти сломать. Варги, варги, идите сюда. Сейчас будет побыстрее огненные стрелы бы нам. Какой-то забыл, забыл я кое-что сделать. Давайте агрессивно настроились. Сейчас сломаем, Диана. А то будет опять хоббит идти. Не-не-не, спасибо. А, они еще не захватили, но мы сломаем. Так, надо больше, больше плавить. Снизу. Та, е-мое. Ну, падла, а. Нет, будет по этому проходу идти. А, не, они сказали, ни в какую не. Сейчас я вам устрою веселье безудержное. Так, денег дофига. Что-то медленное строить. Очень медленно. Это плохо. У них, скорее всего, уже энты есть. Это плохо. Кстати, копейщики у Изенгарда... Я не знаю, вот какие копейщики в игре самые лучшие, но у Изенгарда они хороши. У них длинный копья. И, я думаю, одни из лучших точно. О, мы не стрелы, давайте. Еще одну лесопилочку где-нибудь поставим. Неплохо пока держимся. Очень даже неплохо. А мне что и нужно? Просто держаться, копить армию, и потом дать прикурить врагу. Пойдем, кстати, пофармимся, уничтожим нейтралов, которые у нас вот тут сидят. Если, конечно, противник этого не сделал. Не, противник не сломал. Прочь. Как же долго ты ломаешь постройку. Ой-ой-ой. Ну-ка, шар. Только себе поджег жопу. Молодец. Дед, ты просто супер. Только ты так можешь. Что мы еще не построили? Мистерскую. Я даже не знаю, стоит ли ее строить. Во, все, огненный стрел сразу все улучшим. Только теперь мы без денег остались. Давай, ты третий уровень обязан получить. Так, а на четвертом уровне у нее появляется способность временного контроля над указанными врагами. Хорошая способность. Звучит неплохо. Все, огни и стрелы, я думаю, есть. Все. Броню вам пока. Не важно. Что-то мне не нравится. Противник как-то... Притих, я бы сказал бы. А где мой один отряд копейщиков? Просрал, что ли, их? Да, третий уровень, я думаю, сейчас он получит. Кольцо. Да, наш противник нашел. Ну, пускай радуется еще. Так, вам тоже стальное и тяжелые доспехи. Уже потеряли копейщиков? Что-то не верится, как бы. Не, блин, третий уровень он не получил. Эх, обидно, досадно, но ладно. Так, похоже, все. 930 очков командований больше не прибавляется. Маловато, честно говоря. Попробуем с правой стороны напасть, как мы за эльфов делали. Потому что, как вы помните, первый бой как раз-таки был в Дунланде. И мы играли против Изенгарда. Сейчас все наоборот. Эльфы против нас, а мы за Изенгард. Тут армия идет какая. Давай-давай, идите на копейщик, молодцы. Так, а вот построить вообще? Я не знаю, копейщики. Вот, рядом нас тут. Лучше надо броню им. Обязательно. Для следующего боя, чтобы они были у меня до конца улучшены. Я про арбалитчик сейчас говорю. Чернолесие. А мои лучники их не достают. Не, вот это один отряд... Блин, вот эта башня достает их. А вот это что-то нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Тут где-нибудь собирайтесь. Почему вы не стреляете? броню и вам товарищи то же самое все похоже максимум больше построить не можем так но вообще да надо сходить на разведку если у них там стены то придется наверное строить мину кто стреляет я не пойму сейчас пойдем посмотрим сурный фирмолесия один педаллаго стоит бьет блин ну-ка у вас там стены есть попа здорово стены есть все понятно есть опять кто-то с далеко убивает боли так еще пойти попробовать напасть на них надо продвигаться конечно дальше да конечно здание бесполезно который сейчас я заказал построить но я думаю мешаться противнику будет еще как так она бесполезно там три варга или два которые толку особо от них нету ух ты как решил рабочие это не боишься если те сейчас убьют а еще рабочие в принципе можно и без осады так и 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 Ну да, эта армия не сможет ничего сделать особо. Ничего особо он не сделает. Просто стену сломает и всё. Можно попробовать мину принести сюда. Ну как, стрельники. Ладно, мы начинаем назад. Блин, мне рабочего убили. Куда ты, старый пень, посол, а? Ты там ничего не сделаешь. Я просто убью. Да и сейчас, скорее всего. Куда-то в обходы идут. Не, не, не. Не надо так. Вон девушка, ломай Мауэр. Хочешь ты его будешь петли, петли ломать? Ооо-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Пох... Ну да. Капец как я за. Попробуем... так сделать. Построим крепость. арбалетчики опять в обход куда-то идут заболваны сейчас прижмем ой нельзя вам лезть на копейщиков ни в коем случае нам придется я не хочу чтобы не снесли старый пень ты снесешь когда-нибудь это задание молодцы ребятки идут в обход они считают что это правильный ты глянье рабочего убили ладно ладно если мы построим крепость будет конечно в разы легче сломается башню сломает башню плохо будет одним словом башню еще сразу поставили все-таки заработал третий уровень давай крепость надо построить любой ценой если мы поставим будет в разы проще третий уровень практически долго-то ломаешь все крепость начали строить теперь ни в коем случае не дать чтобы ее не разрушили ни в коем падла я так есть кому встретиться есть вроде бы сейчас вот эти ребятки куда куда вот вы лезете вот этого я боялся вот этого и боялся и что крепость не дадут они построить на пять тысяч копит конечно это многое прям специально этот арбалетчик суки как стоять стоять на месте 5 тысяч опять копить блин да док не паршивый тварь да док не паршивый тварь вот пускай горят так а у нас минутам вообще несут нет нас ломают крепость где нибудь вот тут ближе как видите не дают строить любых ребят сейчас отшивали сломает все таки о ребятки вы мину принесли а сможете ли вы ее донести скорее всего нет все малину давай стать хотя бы здесь ставь хотя да надо поставить обязательно я крепость не дали построить и и и и и и и и и так и и и и Ну тут то было Надо что-то делать, надо прижимать Иначе мне эта свистопляска надоела Так у тебя сейчас будет, ну, может сказать, время на постройку крепости Блин, где бы деревья-то? А вот-вот-вот-вот Отлично, ну! Герой у Ханай приходит, я вижу все-таки сломают, наверное сломают же, не дадут построить не дадут что-то строить не началось биндомент, сука хер с ним с этим дедом он, главный, третий уровень получил все по сути он больше мне не нужен да, эльфов не так уж просто снести как изенгард изенгард в разы в разы сложнее либо мне просто кажется по-моему сложнее намного опять же, или это этот кидает пятьдесят процентов давай, давай, давай строй, родной не задавайся минут попробуем еще раз только будет возможность пока нет возможности до конца до конца до конца казарма давай вот сюда почему вы в обход все время идете мне это не нравится что вы в обход ходите крепость готова крепость готова это хорошо теперь дали бы построить а вернее ее улучшить убить убить его этого говнюка почему здесь вообще еще стоит ломает никто ее не убил плохо плохо дело ага вот у них вся база плотная 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 какая-то битва вообще ужас какой-то так копейщиков убрать от не не могу не могу их убрать сейчас сейчас если не хэнты пойдут будет плохо и он специально сейчас хочет болезнь сломать или что а он это хочет так где тут можно ай тут за тысячу что тут у нас доменной печи давай я уж просто не помню какие тут улучшения у крепости совершенно не помню что там у нас с энтами нету как бы они сейчас голдерель не построили о будет это веселье если построить дворец это нету дворец и и все хорошо шутки дворец ну как Security в кошмар так рабочий дико сюда строй башню с этим можно построить миномет он полезная вещь если не ошибаюсь давайте попробуем них чумер не улучшать все мертвы Блин, полжизни уже укрепств нету, ефону мать. Ну, как сказать, вроде хорошая вещь, но сейчас сломают эту хорошую вещь, но еще и по-своим хреначем, шикарная вещь. Похоже, там прорвали. Почему вы не стреляете? Опа, энд пошел. А, нет, это из крепости кидают. Тихо-тихо-тихо, не дайте снести. Если снесут, я ж раз, блин, убью. Все, стоять прям тут, поборонять крепость. Ох, кошмар. Денег мало. Давайте построим. Ну, там еще, блин, надо суметь донести ее, что у меня не получается. Ну, хотя я только один раз пробовал. Так, где тут нужно деревья у нас пустошить. А вот тут, кстати, самый раз. Укрепление стен. Во! Куда? Вот. Не было такого приказа, я вам не приказываю нападать. Не могут они продержаться. Ну, не могут, а? Вот, можно сказать, мы стоим тупо на одном месте. Не продвигаемся вообще. Да нет, я хотел их построить. Отойдите. Так, там эти товарищи у нас несут мину, или они уже все врагу, а вот они, вот они, вот они бегают. Айнхана. Скорее всего. Ну, попробуйте как-нибудь, хотя бы досудово донесите. Мы оханаем, скорее всего, они уже трупы. Я проспал, блин. Их вообще над прикрытием. Давай, ставьте. Вот поставили. Так, товарищ. Вот этот мне нужен. Кстати, надо этого старика все-таки установить. Установить. Ох, сейчас сомневался. Жупа какая-то. Так, у них есть башня волшебство. Не помню, что такое, по-моему. Из башня волшебство. А, несколько молний. Понял. Японам, мать ты глянь. Да как они ломают баллист? С другой стороны, если я не понимаю, что вообще. таки магическим образом. Стоит. А где товарищ у нас был? Давай поджоги. Все, давай, пошел. Конечно, надо крепости где-то. попытаться поднести. Вы до крепости сможете. Это будет досудно. Товарищ с факелом, вы что падаете? Давай. Ты что делаешь? Давай, насрать. Да бежать тебе надо, бежать. Дебилочка лесной. Давай же. Ну, пока... Не, убьют скорее всего. Потому что он пока там подумает, поджигать ему или нет. Вот его убили. Болванты. Вот ты кто. Так, опустошение где? Давай тут. О, кстати, иди сюда. Я ж помню, что можно вот так сделать. Сейчас я точно взорву вас. Крепость так надо взорвать. Мина, мина еще. Нет у нас. Он была. Снимайте вы ее нафиг, а. Я ж все равно вас снесу. Рано или поздно я вас одолею. Так, кстати, способность, по-моему, уже готова, да? Ну-ка попробуем. Ну, в принципе, неплохо. Весьма здание прям улучшенное. Маура сломал. Так, давай товарищ. Мину, мину, мину. 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 Не знаю, донесет ли он. Потому что тут фини, наверное, не даст. Буду донести. Да, не дали, не дали. Твою же налево. Черти, вот вы кто. Ладно, не получается у нас. Таким образом получится по-другому. Значит, сейчас баллист построил. Не хватает очков командования? Да ты шутишь, что ли? У меня, по сути, этой армии я гляжу и нету. А почему-то не хватает. А, нет, почему здесь? Только их болваны вздыхают. Попробуем, блин, с этой стороны крепость построить. Так, как нам сделать? Тогда рабочие пусть сюда бежат. Как он побежит у нас? А, вот он, все. Так, я не помню, баллист можно улучшить? Нет. Нельзя. Вообще без дела стоите. Не стреляйте, ничего. Извините. Сюда погнал, крепость. Пробуем еще с этой стороны прижать. Блин, вроде бы выглядит легко, но, как видите, не получается, и все. Ой, блин, да ты так пять лет будешь ломать. Честное слово. Пускай ломать, че. Ломайте, ломайте. Все, 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 все. Не лезем. Че там у нас с крепостью? Ну-ка. А, все, все понял. Сука. Ну-ка. Не-не-не. Для начала плавили, чтобы не просрать деньги. Он, наверное, дотянет или не дотянет? Интересно. Он не дотянет. Все. Падал, да задавайтесь вы уже. Все равно уже одолею вас. Рано или поздно. Уже, наверное, все идет час и я никак не могу их одолеть. Ну-ка-ка. Вот, ловите мой важный шар. Как вы-то, баллистами все тут застроить ее? Стрелять? Ну, дотянутся ли они? Это уже неизвестно. Какие баллисты реально говнище полный урон. Он очень маленький наносит. Самое худшее осадное орудие в игре. Я уверен точно. Так, что тут? Крепость готова. Ну, давай, попробуем. Сука. Остает. Хотя с этой стороны какой смысл строить? Они все равно не попадают. Не, вернее, вообще не стреляют. Все назад, ну нафиг. Ну, вроде бы начали потихоньку стрелять, наконец-таки. Ну, стреляют причем только три. Эти вообще без дела стоят. Дебил старый. Не знаю, откуда у них вообще деньги. Я вот так смотрю. Не так уж и много у них Малернофт. Без понятия. Так, не хватает на героя. Ну, давай, через пять-то, ну. Надо сносить их уже, задолбаляня. Снова врываться у меня. Ну, я думаю, сейчас должны снести. Не, я их снесу. Хватит там играть. Играть. Где, давай, пройти воскрешать. Сраная кавалерия. О, мы с деньгами, я вижу, все плохо. Ну, я снесу их. Ну, я снесу их. Все, они отыгрались. Наконец-таки. Ё-моё. Как бы они там не убивались, все. Да надо это построить ему, башню. Что ты стоишь? Блин, что вы там сидите, блин, без дела. Он даже не дотягивается, что ли. Все плохо. Дед, ты что там строишь с психотикой? Отлично. А вы что, ребята, не достаете, что ли? Да, они достаются. Ё-моё, говнище ты, баллиста. Радиус обзора у него вообще просто маленький очень. Ох, они этот начал строить. А где-то на против хаммере этого инжи. А где-то на против хаммере, а где-то на против хаммере. 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 Так, главное успеть армию построить, ё-моё. Ай, давай бегом и слишься, хоть что-то заказывать. А то всё, в принципе, поражение, да? Давайте отойдём. Я надеюсь, они не успеют восстановиться. Но рабочих у них вроде бы нету, хотя я не уверен в этом совершенно. Или я куда-то там собрался. Это вы мне любезно хотели кольцо отдать, или что я не понял, зачем вы пошли атаку на крепость? У меня не вижу смысла. Всё. Один-два отряда, и можно сносить их. Да, последний отряд копельщиков. Фух, и сносим, наконец-таки, ё-моё. Это, по-моему, был сложнее бой, чем за эльфов. За эльфов, по-моему, побыстрее снес. Ну, там, кстати, Зингард сдался, а тут я снес прямо. Всё, что ли, больше ни на чё не хватит? Да, больше ни на чё не хватит. Такая точка в командовании. Всё тогда, с победой вас. Да и друзья, это был сложный бой, действительно. Я даже уже подустал и приуныл, так сижу именно, когда это закончится уже. И, наконец-таки, это закончилось. Да, час. Я думал, в первой серии два боя будет нифига подобного. Бой оказался сложный. И за это только один бой в этой серии. Значит, Фангор остаётся на следующую серию. Всё, пока, надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи. Всем пока.